Привет гражданиям и гражданянкам! А давненько мы с вами, ребята, не делали ничего удивительного и бесподобного. Давайте-ка сотвоим прямо сейчас. Что если я скажу, что вот такую лампочку на 220 вольт я смогу зажечь не только от розетки, но еще и от аккумулятора? Нет, не применяя всяких повышающих преобразователей, джоуль, воров... Смогу? Ха! Конечно! Наверняка вы подумали, что эту лампочку я испортил. Да, ее большой корпус позволяет спрятать в ней и батарейки, и транзисторы, и какие-нибудь переходные схемы. Поэтому лучше бы нам воспользоваться лампочкой более честной, например, вот такой филаментной. Но в своих экспериментах, насколько вы помните, я уже изничтожил эти лампочки и подключать их в розетку уже как-то не так. Хотя от батареек я бы смог. Данная батарея взята из ноутбука и в ней всего-навсего 12 вольт. Чтобы меня не обвиняли в том, что я ничего не меряю в своих экспериментах, я обязательно буду использовать вольтметровый прибор. Давайте посмотрим, какое напряжение эта батарейка выдает. Быть может, я сделал подделку, и эта батарея выдает 220 вольт переменного тока. Поэтому прибор я включил на измерение постоянного тока. И сейчас, касаясь щупами, мы видим напряжение 12,6 вольта. Ну а теперь более честную и более маленькую лампочку мы возьмем и подключим. Корпус такой лампочки не позволяет разместить в ней что-нибудь такое мощное, страшное, с батарейками. Он литой, он из алюминия, там куча светодиодов, тут выводы. В общем, лампочка всем хороша для того, чтобы в нее не лазить грязными руками. Поэтому давайте возьмем и подключим ее к проводочками. Вот так вот, вот так вот, проводочками. Сейчас, 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 чтобы можно было коснуться, потом померить на этих выводах 220 вольт. Делаем все аккуратно, повторять этого не стоит. Так, чтобы все провода были, вот они, да. Все хорошо, все чудесно. Вот, проводочки этой лампочки, этой вот небольшой лампочки, сейчас будут включены в розетку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот так вот. О, все видно, по-моему. Уж виднее некуда. Светится очень ярко, хорошо. И давайте на всякий случай, быть может, тут где-то в проводах преобразователь, понижающий с диодами. Давайте проверим напряжение прямо на выводах. Я надеюсь, фольтметр не будет сильно засвечен. И мы убедимся в том, что здесь переключаемся на измерение переменного напряжения. Так, ну-ка, посмотрим, будет так видно. Вот так вот будет видно. Во, вот так вот хорошо будет видно. И измеряем щупами, соблюдая меры предосторожности напряжения. Вот напряжение всего каких-то 225, 224, 25, 26. Ну, в общем, 220 вольт или около того. Хорошо. Ничего удивительного пока я здесь вам не продемонстрировал. Да, я включил лампочку в розетку. Вот, а теперь, а теперь давайте так. Давайте возьмем аккумулятор. Отключим лампочку от сетевых проводов. Подключимся, не соблюдая никакой полярности к лампочке, к выводам аккумулятора. Так, наверное, аккумулятор подальше. Вольтметр переключим на измерение постоянного напряжения и постоянного тока. И возьмем лампочку и подключим ее к аккумулятору. Смотрите. Так, провода все в студии, да? Вот все в студии провода. Вот он, аккумулятор. Ну, мало ли, может я запихну в аккумулятор или же в лампочку преобразователь. Давайте вот здесь на выводах, где идет, вот здесь я уже пальцами трогать не боюсь, потому что тут всего 12 вольт. Не боюсь. Вот так вот видно прибор. Вот так вот видно прибор. И сейчас мы измеряем напряжение прямо вот здесь. Вот берем и щупами. Вот так вот. Немножко полярность перепутал. Ну, 12 вольт. Давайте обратно полярность верну. 12 вольт и лампочка светится. Ярко, не тускло. Ну, немножко более тускло, если сказать по-честному. Вуаля, красота. Лампочка засветилась. Всего лишь от аккумулятора. И как такое может быть? Неужели, Йента не парадокс? И 220 вольт и аккумулятор для этой лампочки. Все едино. Удивительная лампа. Или нет? Лампа обыкновенная.